Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о такой популярной крупе, как перловка. А именно, разберем, что же будет, если кушать ее каждый день. Также поговорим о полезных и вредных свойствах перловой каши. И вообще, можно ли есть ее каждый день, или все же не стоит? А вам нравится перловка? Вы вообще кушаете ее? Напишите в комментариях. Ну а теперь погнали! Полезные свойства перловки Перловая крупа производится из ячменя, который известен своим большим запасом клетчатки. Из-за этого перловка имеет важное свойство очищения желудочно-кишечного тракта. Таким образом, перловка в рационе способствует нормализации стула и предотвращает запоры. Перловку прописывают в послеоперационный период. При правильном приготовлении она становится похожей на сметану и легко усваивается организмом. При этом быстро и надолго утоляя чувство голода. Также перловая каша полезна во время болезней. Она насыщена провитамином А, который способствует поддержанию работы иммунной системы. Данный витамин защищает дыхательные пути от бактерий и активизирует функции слизистых оболочек. Если учесть тот факт, что для иммунной системы необходимо в день 0,9 микрограмм провитамина А, то порция каши из перловки обеспечивает организм данным витамином на 1,2 микрограмма. Для взрослого организма перловая каша полезна за счет полисахарида B-глюкан, который помогает в борьбе с повышенным холестерином. Если включить перловую кашу в свой ежедневный рацион, то возможно нормализовать уровень холестерина и избавить организм навсегда от его излишек. Кроме того, перловая каша – это хороший помощник в борьбе с камнеобразованием в организме и болезнями сердца. Вред перловке. В первую очередь данная крупа вредна тем, кто имеет аллергию, а еще тем, кто имеет повышенный метеоризм и кислотность желудка. Еще перловая каша вредна для беременных, поскольку их организм находится в режиме великих перестроек, и каша может вызвать кишечное расстройство. И последнее, кому не стоит включать в свой рацион перловую кашу – это дети до 3 лет. По своим свойствам перловка тяжела для усвоения пищеварением, однако взрослый организм уже более приспособлен к тяжелой пище. И на диете после операции каша для него кажется легкой, а вот совсем юному желудочно-кишечному тракту придется тяжело. Она может погубить весь процесс становления пищеварительной системы ребенка. Питаться каждый день перловкой скучно, учитывая, сколько сейчас доступно видов кухонь. Будет полезно для вашего организма, если вы хотя бы 2 раза в неделю будете съедать по порции перловой каши. Как правильно приготовить перловую кашу? Существует множество рецептов приготовления перловой каши. Вот наиболее простой. Тщательно вымойте крупу. Данную процедуру следует повторить 2-3 раза, пока вода не станет прозрачной. Замочите крупу на 10-12 часов в прохладной воде, что сократит впоследствии время варки каши. Если времени на столь длительное приготовление у вас нет, рекомендуется замочить крупу на 1-2 часа в горячей воде. Разбухшую крупу заливайте водой в пропорции 1 к 3. На 1 стакан крупы берем 3 стакана воды. Доводим кашу до кипения на большом огне, после чего томим 1 час на медленном. Если вы сидите на диете, то для улучшения вкусовых качеств по окончании приготовления каши, добавляем в нее соль и масло. В идеале, снятую с плиты кашу желательно закутать плотным полотенцем на 1 час, чтобы она дошла. Если же времени у вас нет, то дайте каше настояться хотя бы 10 минут после того, как она приготовилась. Друзья, приятного вам аппетита и будьте здоровы! На этом все, пока!